У областного управления МНС скажут, что, не глядяши на раптованность этой серьезной надзвышенной ситуации, никого эффекта не шаканности у вратовальников не было, при том, что работы приходилось выполнять разностранные. От распилуки древ у тымлику для разблокования дорог до оказания допомоги конкретным людям. В протяжении суток это были все чрезвычайные происшествия. Выезжали на помощь и оказание людям помощи в лифтах. Произошло отключение электроэнергии. 14 раз мы выезжали, люди застревали в лифтах. В одном случае было у нас в Новобелевском районе, что женщина была болезнен клаустрофобия. Она потеряла сознание, успела позвонить своему сыну. Сын, соответственно, перезвонил в службу 101. Наши подразделения приехали и уже достали непосредственно и передали в учреждение здравоохранения. Разом с тем некоторых неприемных ситуаций, які узникли подчас урагану, можно было позбегнуть. Размова идея обставления людей до уластной безпеки. У шастей выпадках разбитые автомобили знаходзелися под древами, які изламалися. И ашэдна проблема – не зашыненные в окны. Так, ладную лишбу, кольки их оказалось пошкодженными, никто не подлишвал. Але такие факты были. Хоть бадай, наибольша значные складанности были выкликаны отключением электроэнергии. Для того, каб не допустить на завышайных ситуаций на предприемствах, які маюць небеспечные вытворчасти, ци прасуюць у круглосуточном режиме, были задейнишаны аутаномные крыницы энергии. А проча того, их выкаристовывали для беспрапывной подачи воды у жилые домы. В девяти районах некоторое время отсутствовала электроэнергия. Пришлось нам использовать свои генераторные установки. То есть практически никто из жителей крупных населенных пунктов, в частности районных центров, за исключением единичных районов, практически, наверное, не заметил отсутствия воды в своих квартирах. Выники ликвидации наступства урагану сегодня подводят и у республиканским унитарным предприемствия «Гомель Энерго». Подчас разгулу стихии тут кожную годину примали от насильництва до 1200 телефонных звонков. От линии электропередач оказались отключенными 808 населенных пунктов у Пимли-Кушерах районных центров. Экзамены тривалость энергетики вытримали. Основные работы можно лишить завершенными. Сделали все возможное для того, чтобы электроснабжение восстановить. Значит, на утро 3-го числа порядка 90% отключенного электроснабжения было восстановлено. Некоторые отключения остались. Это дачные кооперативы, это одиночные жилые дома, где на сегодняшний день идет тоже восстановление нарушенного электроснабжения.